Сегодня у нас высвободился свободный вечер и мы с Женей решили сделать вещь, которую мы должны были сделать еще год назад Короче, вытяжка островная, повешаем ее сейчас вот здесь, с дальнейшей перспективы установки потолка То есть отстреляем горизонты и лазером все это дело отмерим Накрыли пока вот так плиту, чтобы это было не повредить И прежде чем ее начинать, вытяжку, нужно сделать вентиляцию Поэтому я сейчас собираю вентиляционные короба из всех вот этих комплектующих И сейчас это все установим В общем, вы смотрите, музычка играет, всем весело, всем комфортно А я буду делать, и Женя будет делать, все Изготовление трассы, шахты под нашу вытяжку на самом деле процесс не такой уж сложный Если придерживаться определенных требований, которые предъявляются к ней То можно сказать, что ничего сложного в этом нет А главным правилом соблюдения требований это от вытяжки до выхода из дома В трассу не должно быть никаких больше врезок и интеграций В нашем случае у нас их будет три врезки Потому что здесь идет на первом этаже комната Дальше идет санузел И еще я хотел бы запитаться от зала Почему я не делаю это своей шахтой? Потому что у нас и так уже три выходящих вентиляционных выхода И плюс еще печной выход То есть, соответственно, добавить еще четвертый Ну, это уже будет моветон для нашего небольшого домика А еще приняв во внимание то, что такие вытяжки ставят в многоквартирных домах Где вентиляция всего лишь две Одна в санузле, а вторая на кухне Мы понимаем, что это условие можно и не соблюдать Но для того, чтобы его не принимать во всерьезность Мы должны подстраховать себя обратными клапанами Или клапанами Поэтому мы приняли решение, что обратный клапан Мы будем ставить на каждый вход в нашей врезке В основную шахту Я думаю, ни для кого не секрет Как собирается обратный клапан При работе вытяжки клапан должен замыкаться При ее спокойствии и работе приточной вытяжной системе дома Клапан должен свободно давать возможность забрать воздух из комнаты В санузел я еще поставлю принудительный мотор То есть есть клавиша в туалете, которую нажал И начинается работа мотора Теперь наша задача просто по лазерному лучу Собрать эту шахту в направлении нашей вытяжки И этим мы, собственно, и занимаемся Друзья, ну и всего минутный перерыв От знакомых узнал, что перед зимой всегда цена на ПГС падает Решил заказать, на снег вообще не ориентировался Приехал ЗИЛ, уже подъезжает Привез мне ПГС Мне нужно его сейчас обязательно быстро раскидать Потому что на улице минус 4, а завтра будет минус 16 Вот такая вот история Мы прервемся всего лишь на минутку Но я вам это тоже покажу Вот, пойдемте Самая погода! Денис же все делает всегда, вовремя Сейчас будем разгружать Распогодилось, друзья Ну и снежка немножко навалило Выровняли участок, насколько могли Засыпало все В следующем году, с ранней весны Как у нас есть выражение С сыном сранья по холодку Значит, очень рано Пока холодно, можно и поработать Так вот, ранней весной, как только оттает снег Мы с вами уже сразу же начнем работы по гаражу А соответственно, мне необходимо будет Отсыпать все фундаментные вот эти ниши Связать две сетки проволоки И залить сюда монолитную утепленную плиту Для этого 100% мне нужен вибратор Мало кто знает, но в межсезонье Выгодно приобретать не только ПГС Но и летнюю строительную технику Пользуясь своими же скидками Которые, кстати, заботливо я вам оставил В описании под видео Я взял виброплиту Хетр ВП-35W Которая выручит меня не раз В моих строительной деятельности Это та самая модель, которая имеет дополнительно бак Нужно для того, чтобы трамбовать Липкие материалы Допустим, асфальт Теперь нам нужно это вытащить Но вытащить аккуратно Не повредив ничего Я знаешь, как думаю, мы сделаем Ты вот эту коробку немножко приподнимешь А я ее выкачу Ага Все В аппарате нет масла С завода он, конечно же, не поставляется О чем свидетельствует шильдик на бензобаке Но руководствуясь инструкцией По данным моторам Нам подходит 10W40 Всесезонное полусинтетическое масло Для четырехтактных двигателей Рекомендовано для бензотехники Хетр, Ресанта и Вихрь Благо это масло я приобрел на всю свою технику заранее Так, как таковая установка Она крайне проста Теперь смотри, что интересно Ну это, наверное, на всех есть Я точно не знаю Но здесь есть транспортировочные подкаточные колеса То есть мы вот так взяли его И все, и повезли на место Так, подожди, первый завод Смотри, надо открыть дроссельную Потом открыть бензобак И нам нужно отключить ключик Теперь правильный пуск всегда делается вот так Первый раз кикстартером дергаем два раза спокойно Раз Два А теперь заводим Мы же понимаем, что я сейчас просто хотел попробовать прокатиться Штука работает, все классно Вибрация была настолько, я сейчас показывал вам Что когда около дома проезжал, снег сошел Прям ногами чувствуется Так, еще раз для закрепления объясню Это на весну На весну Просто сейчас мне было интересно Я попробовал Правильная работа инструмента происходит только в том случае Если вы послойно по 15 см укладываете какой-то грунт Легкий, мягкий, типа песка И потом его проходите Это как раз то, чем мы будем заниматься в гараже в следующем году Скорее всего это будет глина И мы ее утрамбуем хорошенько Потом зальем плиту Теперь это на консервацию В гараж складываем Пусть он пока до весны у нас там стоит Единственное, о чем я жалею, друзья Это то, что данный инструмент я не приобрел в самом начале нашей стройки Потому что очень много работ сделано было по-глупому, неправильно С помощью механической трамбовки Которая, конечно же, не приводила к нужному результату Начиная от подошвы дома, заканчивая отмосткой Лучше бы, конечно, если бы это все было сделано сразу по уму трамбовочной машиной Но я тогда пренебрегал правилами И, конечно же, получил где-то микротрещинки Можно было их избежать Так, все, ладно, пойдемте работать дальше По вытяжке, друзья, есть определенный нюансик Производитель так спроектировал саму систему Что к ней должна быть построена подсистема Которая будет построена либо под натяжные потолки Либо под гипсокартон Понимаю сейчас, что кто-то будет возмущаться от того, что я сейчас скажу Но я, тем не менее, скажу В общем, я решил, что на первом этаже у нас точно будет гипсокартон Мы не будем делать натяжные потолки Почему так? Просто из-за финансовых соображений Потратить сейчас кучу денег в раз на натяжной потолок Это, наверное, здорово Но у нас таких денег нет Это в районе 200 тысяч надо на него просто сейчас вытащить Либо я потихонечку из зарплаты По тысяче, по две, по три рублей в месяц Буду выдергивать на то, чтобы построить подсистему И в конечном итоге мы соберем полностью весь комплект И в один из прекрасных дней я это все дело соберу И начну прикручивать гипсокартон Гипсокартон я тоже уже 10 листов купил в этом месяце Еще 10 приобрету И вот таким образом мы строим дом Кстати, кто думает, что дом у нас строится очень быстро и активно На самом деле, браться так не происходит В большей степени мне приходится на него копить Сегодня одно, завтра другое приобрели Поэтому меня часто и бросает из стороны в сторону в наших видео Может быть, кто-то заметил, что сегодня я делаю элемент сауны Завтра я почему-то на улице рассыпаю гравий А послезавтра я клею обои Кстати, обои мы будем клеить в следующей серии Такой анонс Теперь мы устанавливаем саму вытяжку Тут есть один небольшой нюанс В документах на вытяжку прописано, что для электрической комфорки Вешать ее надо на высоте не более 70 см Но почему-то производитель вытяжки Майнфилд, вот этой компании Дал нам подсистему, которую максимально можно опустить до высоты метр десять При том, что я сейчас цепляюсь за последние самые карабинчики Не думаю, что в Европе потолки ниже, чем у нас Вот сейчас чистовой потолок по гипсокартону у нас будет 2,85 Хотя я хотел всегда держаться в пределах трех метров Но все-таки мы пришли к тому, что немножко его опустим Даже при том, что 2,85 высота чистовых потолков Нам не получается опустить настолько вытяжку В любом случае она выходит на отметку метр Я считаю, что метр это нормально Залазить под вытяжку, когда у тебя что-то готовится И головой пытаться увидеть, что у тебя там происходит в кастрюле или на сковородке Как мне рассказывали из опыта ребята, которые уже поставили на такую высоту Мне не совсем нравится Лучше уж она, может быть, у меня будет работать не на полной КПД Но я сделаю это комфортно Даже установив ее на минимальные позиции Я все равно могу бровью иногда схватить крайные свои вытяжки Что не совсем хорошо В общем, смотрите, вот он пульт управления Вот она, моя электрика Я решил не резать вот эту красоту Зачем это делать, если можно этого не делать Поэтому я поставил просто розетку, которую сейчас спрячу внутрь Она там будет жить Очень аккуратно Лежать там и никому не мешать В розетку, в которую сейчас мы подключим вытяжку Я потом планирую еще подвести розетки потолка Я недостаточно установил розетки на углах нашего зала И то и дело хочется что-то добавить Как минимум в эти розетки будут установлены, например, элементы светомузыки Праздничной иллюминации Подключать ее, опуская провод вниз, мне не нравится К потолку самое топ, это прям мое пожелание Ну, ну как нормально, это первое, да, скорость? Давай свет включим Шикардос Как ты написала, если биттеры сразу угадать, да? У меня один вопрос У меня осталась куча ненужных деталей Это нормально или нет? У нас сегодня день вентиляции Вот Но мне тоже нравится Нет, она вообще такая аккуратная Получился паровозик Блин, ну халабуда все равно Да вот тут напишем черными буквами сверху вниз Халабуда Короче, ну, конечно, я доволен Год пролежала, год не могли поставить Наконец-то воткнули Я жду ее сложнее ставить Ну, ее сложнее ставить, когда руки не заточены Повыше бы, да, ее вот так? Нет, почему, мне кажется, она и так высоко сильно Ну, у нее очень мощное всасывание Она Подожди, а тут не убраны защелки? Да, да Мне кажется, клейкая Нет Пожди, я где-то увидел пузырьками А, вот это вот имеешься Да Ее убрать надо Конечно, это так Но сейчас теперь красивее Да, все Конечно Ты что? А, что такое? Смотря, что такое? А, что такое? А зачем это? Как это было? Остать Ну, я вот так оставил Только зачем это? Ну, смотрится вроде как эстетично Да, красиво Вот Над столиком Стол у нас здесь в любом случае уже будет здесь Мы это определились Поэтому ничего тут меняться точно не будет И мы решили, что Почему бы ее не поставить? Потолки мы будем делать гипсокартонные Мы будем делать их парящие элементы Поэтому Она нисколько мешать не будет Я просто аккуратно ее обойду Я даже снимать не буду Для того, чтобы поставить Я имею ввиду снимать с этого места Для того, чтобы поставить потолки Вот Так что все Вот так как-то Ладно Друзья Рад был вас видеть До скорых встреч Все, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok